Отец и сын Лунёва впервые вместе будут нести рождественский пост. У восьмилетнего Семёна свои задачи на это время. Кушать меньше сладкого, ограничить просмотр телевизора и блуждание в интернете. Больше помогать родителям в домашних делах. В духовной жизни тоже есть над чем потрудиться. Когда я был в первой классе, и было причастнее, то у меня врагов особо не было. Но не как сейчас. Я думаю, что они меня простят. Пост, как я его понимаю, это еще и не только физическое очищение, но и духовное. Это помыслы благие, позитивные. Постепенно православные меняют свое отношение к посту. Если еще пару лет назад в главу угла ставилось соблюдение диеты без скоромной пищи, то сейчас приоритетом стало духовное возрождение. Находить время, силы, причащаться, каяться. И считаю, что это необходимые вещи. Не для удовольствия, не для каких-то галочек, а именно для жизни. Не для жизни утверждающие какой-то нашей позиции в этом мире сейчас именно. Рождественский пост. С точки зрения духовенства пост легкий. Разрешается из белковой пищи кушать рыбу, морепродукты и грибы. Выдерживать легкую диету придется 40 дней, включая и новогодние праздники. Как раз на это время приходится последняя неделя поста перед Рождеством Христовым. Постимся, постом приятным. Самое главное, друг друга не есть. И когда люди друг на друга смотрят голодным, несытым оком, и от этого все происходит нюанс. Друг друга терпеть, друг друга прощать, друг другу помогать. А самое главное, друг друга любить. Христос нас так любит, что приходит в этот мир, чтобы спасти его от греха. Поэтому, подавляясь Господу нашему, тоже любим, терпим, прощаем, постимся. В Рождественский пост каждый день у христианина должен быть расписан по минутам. Ведь кроме молитвы, чтения церковных книг, в том числе Евангелия, покаяния, исповеди и причастия, нужно еще делать добрые дела. Как бытового плана принести пенсионерам продукты питания, так и духовного, помириться с врагами. И все это нужно для спасения души. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События.